Привет еще раз. Сегодня хотим вам показать одну очень увлекательную и хорошую вещь. Я был инициатор, потому что я искренне люблю Лоси. Искренне люблю дизайнера по фамилии Старк. И он постоянно делает всякие совершенно чумовые штуки. Ну и вот одну из них я нашел в Ikeezos. Саша. Да, здесь они объединились. Компания Лоси попросила дизайнера, ну, заключили соглашение о том, что нарисуют дизайн для их флешки. Он уже очень давно этим занимается, для этой и других там компаний. И постоянно его изделия это совершенно нечто особое. Да, допустим, взять то же самое колонки, его вот Старковские. Пэрот, да, вот они стоят. Взять наушники, парят ЗИК, уже про них обзор делали. И вот теперь, наконец, время дошло для флешки. Флешка называют злезвие. Но это не флешка, это жесткий диск. Жесткий диск на 4 терабайта. С поддержкой USB 3.0 и USB 2.0. Насколько я знаю, вот такая версия будет из Thunderbolt. То есть... Хочется сразу сказать, что вдохновлением для Старка был фильм «Бегущий по лезвию бритва». Или так он там назывался. Блэйтранер. Может быть. Вот. По факту, эта штука больше всего напоминает какой-то, я не знаю, радиатор. Сейчас Саша профессионально распакует. Да, все у них надежно в таком целлофановом пакетике. Смотрите, какая штука-штука. Тут, причем, обратите внимание, вот это все, ну, как бы, это металл, естественно. А здесь внутри такой, как впаяна какая-то, ну, я не знаю даже, как сказать, какая-то штука. Как ртуть. Типа, как ртуть, да. Между вот этих вот полосок. Это очень красиво смотрится рядом и с аймаком, и на рабочем столе. То есть, как украшение. Можно, да, так поставить, можно так. Тяжелая. Весит, наверное, не знаю, ну, килограмма, там, два. Тут вход для сетевого адаптера. Тут вот ножки находятся. И вход, видимо, для подключения к USB 3.0. Blade Runner, номер. Всего, вот, кстати, обратите внимание, сколько их было сделано. Насколько я понимаю. 10 тысяч штук. 10 тысяч штук, да. В комплекте поставки, да, в комплекте поставки тут кабеля для подключения. Ну, в общем-то, вот, можно посмотреть здесь, мне будем успокоить, наверное. Мы покажем, дорогим клиентам, пользователям. Обычный провод идет. Ну, да, вот такой вот он, хитрый. И вот этот вот там крест находится сбоку, он подсвечивается. Да, оранжевым цветом. Именно индикатор, ну, то, что он подключен. Сейчас, наверное, я не знаю, мы можем показать, в принципе. Давай покажем сейчас. Докрест на зонтбук. Сейчас таймаху подцепим его. Там, наверное, только размотать надо сперва эти все штуки. Если бросить таким замечательным диском, то и попасть. Да, его все равно можно использовать, как я уже говорил в предыдущих роликах, как самооборона. Кому-то плохо на улице. Так, вот рядом с аймаком. Не, ну, вещь действительно клевая такая, прям. Мажорная. Что? Мажорная вещь. Мажорная. Так, есть. Еще питание нужно подключить. Да, и питание. Вот здесь вот эта вот находится штука с подсветкой. Так, на питание у меня стартат уже не надо, а оттянется больше. А, не сможем. Ну, в общем, вот, выглядит это вот так. Кабель вы можете проложить вот здесь. Вот, и, соответственно, поставить на стол. Вот подсвечивается. Да, вот так вот будет подсвечиваться. Можем показать там на коробке где-то нарисованное. Да, вот так вот. Оранжевая подсветка. И тут у нас получается такой прикольный, стильный комплект. Из аймака. Властей на 4 гигабайта. Жесткий диск всегда пригодится, соответственно. В общем, мы, по сути, сейчас оснастили тут рабочее место. Колонки Болз. Это, я не помню, как модель называется. По-моему, компания. Он там пятая. Тоже качественная. База вообще всегда... Плюс база в том, что их делают в Мексике, а не в Китае. Мексиканцы мискали едят и делают Болз. И все у них в порядке. В общем, вот, просим любить и жаловать. Я думаю, что... 10 тысяч штук всего. Да, 10 тысяч штук. Очень красивая вещь. Смотрите, вот сейчас видно очень хорошо вот эту сферу. Просто обратите внимание, насколько клево сделано. То есть, ну, как подарок. Если ищите что-то оригинальное, то крайне рекомендую. 4 терабайта. И 4 терабайта с поддержкой USB 3.0. Да, клево. Спасибо, Саша. Спасибо.